Виктор Казаков много чего перепробовал до укрытия, но лапник лучше всего по гуще и по лапнику мастикой. По лапнику мастикой Долматова, вариант супер. Вариант супер, это слово супер. Супер, наверное. Так, Долматов, тепловая, обычно южная сторона, там снег и мете должно быть. Да, обычно наносит снег с запада. Игодельбург, минус 25, ого. До трясти завтра, снег и пол. Поверьте, если вещь идет, а большинство из вас работает с моими черенками, с моими костиками, с нашими саженцами. Вот эти 25-30, это нормально, это минимум. Вредители, они хорошо замерзают сами. Весной не будет разгола этих же вредителей. А для деревьев нормально, он не влияет даже на урожайность. Вот эти, до минус 30. Так, в стране, оказывается, никто не врач семена. Все дано в частные руки, так что институту должны создавать самим для себя. Ага, сейчас, вот, с моей пенсии, 16 тысяч, я институт создам. Непонятно, почему вы считаете, что это? Конечно, никто не врачивает. Если вы семена покупаете даже в институте, их можете выбрасывать сразу. Вот. Это, знаете, есть такой Олег Олегович. Ладно, фамилии не буду называть, он живет в Брянске. Он сходил в этот институт, где та самая дама, которая научила калечить, выигрывать черешни до самой смерти. Вот. До смертельного состояния. Он оттуда вышел в шоке. А он же все, уже много лет меня изучает. Вот. Он в ужасе, что там творится. Вот бы туда уже комиссию послать. Или взять, допустим, его. Вот. И какой бы он ни был шофер-дальнобойщик, если его взять, шофер-дальнобойщик, Олега Олеговича, да, живет в Брянске, и выращивает уже эти самые, и все прекрасно знает. Назначить его директором института толку будет в сто раз больше. Наконец-то в институте появятся настоящие сорта. Вот так вот, ясно? Так. Дальнобойщик, да, я не шучу, я правду говорю. Я бы начинал бы революцию в России с этого. Но революцию не политическую, а революцию здравого смысла. У нас в Алтае преобладающий ветер с юго-запада. С той же стороны стоит двухметровый забор в северной постройке. Перед постройками снега нет метров за пять. Все остальное пространство заварено снегом. Чем ближе, тем выше. Прошу зиму всех шел, всю зиму с сильными буранами и оттепелями. Палки с хорошим лопатным черенок были сломаны, как спички. В двух-трех местах. Ну, все правильно. У вас шла одна, и мне и про трехметровые эти самые. Тюменцы и жители Братской области, Братской области, Братской области, не Братской области, Тутомской области рассказывали. Три метра надевает. Так что я согласен, понимаю, значит, то место не для саженцев. То есть, ура, три метра, все отсидится под сегом. Чего-то два, погибнет. Тимур, здравствуйте, Валерий. Видел ваше видео о продолжительности сертификации. Но сейчас не могу найти. Если не сложно, можете коротко сказать, сколько в среднем по вашему доставить сырой. 68, яблони, груши, вишни, сливы. Если в среднем, 60, 80, как вы пишете. Все правильно. И яблони, и груши, и вишни, и сливы, и абрикосы. У них такой разброс. Вот 100 штук сартифицируешь, через месяц первые пошли абрикосы. Вот. Еще через месяц. Если брать три месяца. Еще через месяц. Еще 50. А остальные могут вообще не взойти. А потом гадай, почему. Вот и получается, тире. А куда деваться? Так, Антонина, все сделаем. Короче, готовим еще один этот. Вы приготовьте, если найдете фотографии, пришлите их мне. Вот. По моему методу на экране будут ваши фотографии, вы будете рассказывать, я включу громкую связь, и все будут слышать. Потому что, по-моему, у вас нет скайпа. Если есть скайпа, то она вообще будет идеальна. Со скайпа мы делали фильмы с тем же Латинком. Здорово получилось, кстати. И не только с ним. Очень много у меня в фильмах. Наверное, в общесурсии, у меня в фильмах 50 по скайпу. Я время не теряю, и жизнь у меня зря не проходит. Так что, ваше обещание, все сделаем. Устите. Так, вроде больше никто ничего не пишет. Так. На чем будем мы это с вами заканчивать? Не знаю, как вам анекдот. Но я еще расскажу. Проблемы с семенами в том, что заключаются, что с одной стороны и с другой стороны. И никакой ЭГ нам не поможет. Если когда-то, я еще вот к этому чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Вот. Если когда-то, не дай бог, если окажется, что я не министр науки высшего образования. Помните, как он называется? Я сейчас закончу, закончу. Как у этого, у самого знаменитое название «Специалист по доме от плюсов». А вдруг сам вырос паперша, молодой министр науки высшего образования. А вдруг он не знает, что если яички прижимаются к телу, то останавливается развитие половой системы. Вырастает человек, но вырастает уже, как вот здесь, видите. А вдруг он этого не знает. Кто-то должен с высокой трибуны это сказать. Ребята, как паперши, 24 часа в сутки, это нет мальчиков. А уж у этого мальчика детей, еще одно поколение, вообще уже будет девочки. А ведь это трагедия. Трагедия для этих девочек, которых никогда не будет любить. Понимаете? Помните песню Бузовой? Мальчики выбирают мальчика. Парни выбирают парней. Помните, нет? Это что, откуда взялось? Вся богема, это сейчас одни эти самые. Вот. Их еще новое слово появилось. Радужники. Всем святого радуги. Тьфу. Вот на этот. Вот. Я их уважаю даже. Они не виноваты. Как может быть виноват ребенок, которого в памперсах растили, растили, и у него не это самое. У него не развились мужские эти органы. Кто имеет понятие, сколько должно быть сперматозоидов в здоровых яйцах? Я уже по-русски говорю. Тут, по-моему, детей нет среди нас. Сколько их здоровых яйцах приспособили? Снизили количество сперматозоидов на бумаге в два раза, чтобы сказать. А это новая норма. А откуда сперматозоидов? Почему их 100 миллионов? Наверное, потому, чтобы они соревновались друг с другом. Селекция у людей исчезает. Вы что? А это рождает не только. Это рождает равнодушие, подлость. Вот что рождает. Помните, люди на дороге замерзали. Сотни машин проехали. Паперсников. А если министр этого не знает? Вот то, о чем мы сейчас говорим. Ну, это просто не знает. Вот это он может знать, что в Германии уже много этих радужных людей. Семь святого радуги. Он может не знать. Может не знать министр этого самого. Не только науки, но и министр образования. Это уже другой министр. Или не правильно называется министр просвещения. А вдруг он этого не знает? А кто выйдет, скажет. А если вдруг выйдет, а на него посмотрят, как на идиота. Потому что это в голове не укладывается. Только от есть, зависит, будет мальчик или нет. Два-три поколения и все. И нация умирает. Они всегда погибали. Я понять не могу. Китайцы. Почему? Я уверен, что многие из них спали бы и спали после трудной работы. Или гонят, или уже действительно такая задача стоит. Что каждый должен выйти на улицу и заняться УФУ. Чтобы у них тряслось между ног. А у нас ни одного. Сегодня на катке был я, Сенька, Сонька и одна взрослая женщина. Женщина. Никого. Последние два дня перед тем, как развалили эту горку, катались только я, Тимошка и Сенька. Все. Это на весь город. А когда-то какая радость была. Горка. Тысячи, тысячи. Вот чуть ли не ломали себя. Сейчас вообще ничего нет. Караул. Министры. А вдруг они правда этого не знают? В школе это не проходит. В школе проходят эти идиотские. Я вам показывал. Сфотографировал эти страницы. Сейчас можете отключаться. Я имею право говорить все, что думаю. Вот. Эти страницы с дебильными этим вопросами. Никто, ничего, нигде не учит этому. А переход до дистанционного образования. Это все. Это уже не мальчики, не девочки. Это оно. А потом удивляются. Почему в Англии девочки некрасивые, женщины некрасивые? Почему в Германии женщины некрасивые? Почему у нас красивые? Наши еще полы моют. Наши еще на грядках раком стоят. Извини за выражение. Ворачивая морковь в свеклу. А это тоже селекция. Потому что физический труд он делает красивыми. Красота это не только форма носа. Красота это румянец. Красота это здоровье этих самых, кожи. Красота это подтянутые мышцы. Красота это, понимаете в чем дело? И здоровые дети. Ладно девочки в памперсах. Это не страшно. Это ладно. Хотя бы им за ними пеленки не стирать. Но у нас тоже скоро они исчезнут красивые девушки. Вы еще заметили, что в Москву покоряют эти девочки из этого, из провинции? А знаете почему? Они там более трудолюбивые. Им приходится, они из нищих семей. Ну не нищих, но скажем так, нищий класс. Пробиваются. Кто правда чем? Это другой вопрос. Кто чем пробивается? А покоряют Москву вот так, только за счет своей внешности. А скоро покорять будет некому. Вон они немки. Мужчины здесь не проявляют русских качеств. Почему? Потому что они не мужчины. Если ты мужчина, то ты цветы и подарки дарить будешь. Понимаете? Все, ладно. Я все-таки высказался. Хотя у меня есть специально на целый вебинар передача такая, где все подробно. Какие гормоны за что отвечают. Вот. И почему мышечная масса, ну в общем, почему физические нагрузки и ум совместимы. И наоборот. Если нет физических нагрузок, никогда умный не вырастет. Никогда. Одни и те же гормоны отвечают. И за ум, и за это. За физические движения. И Энгельса надо изучать. Руки сделали человеку, человеком. Рукоделие, 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 рукоделие. А не от этой мышки. Которая в руках сутки. Не знаю. Нужно специальную передачу. Нет. Чтобы знали, какие гормоны за что отвечают. За что отвечают надпочечники. Что такое женские гормоны. Вот. И как сделать, чтобы половина мозгов, которая называется, левая половина мозга. Чтобы она развивалась, а не правая. Некому нас защищать будет скоро. И тех же девочек. И кому они достанутся. Ура, цивилизация. Ладно, друзья. До свидания. Выговорился. Всё. Спокойной ночи. Я отключаю трансляцию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.